Би-би-би-би-би-би-би Альо, это компания Google? Да-да, я согласен на 3 миллиона долларов, чтобы мой динозаврик был в вашем браузере. Всем привет, и в прошлом выпуске, который на минуточку посмотрело уже 800 тысяч человек, мы остановились на том, что сделали анимацию, сделали кактусы, и получился уже какой-то вид игры, на которую можно было даже смотреть без слез. И я пообещал вам, что обязательно запилю третью часть, так вот, я не соврал. Я потратил еще целых три дня на разработку, и сейчас покажу, что у меня получилось. И сразу скажу, в этот раз было еще более челленджево, чем до этого. Серьезно, я никогда еще не переписывал свой код три раза подряд, чтобы заставить кактусы и этих птеродактилей спавниться правильно. А начал я с того, что добавил в игру одну простую мелочь, счетчик FPS. Если кто-то не понял для чего, то это потому, что играть в Дину буду не только я, в него будут играть и другие люди, и далеко не у всех этих людей будут мощные компьютеры. А так как я хочу, чтобы играть в динозаврика смогли даже люди, у которых допотопное железо, то мне нужен счетчик FPS. Дальше я принялся за то, чего в игре не было от слова совсем, а именно звуки. Если мне как разработчику это не очень важно, потому что мне интереснее делать сам геймплей, то тем, кто будет играть, все это быстро наскучит, если в момент прыжка Дину не будет издавать звук вроде... Пиу! Но так как я совсем не музыкант, у меня для этого руки кривые, а в нотах я разбираюсь точно так же, как и в постройке космических кораблей, то есть нихуя я не разбираюсь, то, слава богу, я вспомнил и воспользовался программой BFXR, которая позволяет генерировать восьмибитные звуки как раз для игр. Там есть пресеты для генерации звуков прыжка, выстрела, подбора предметов и всего, что только может нам понадобиться. Поэтому теперь Дина наконец-то обзавелся звуками, и так играть стало, кстати, гораздо интереснее. Затем я взялся за то, что многие хейтили в прошлом видосе, а именно цветочки и камни. Многие говорили, что их слишком дофига, и вообще это пустыня, откуда тут вообще цветы. Я прислушался и переписал генератор цветов, теперь они начали спавниться гораздо реже, и уже не так сильно мозолят глаза. Правда, пока я это делал, получился веселый баг, кое-где в коде я неверно прописал формулу расчета цветов и кактусов, вследствие чего произошло то, что вы сейчас видите, и получились переростки цветы и переростки кактусы. Но, по-моему, это даже прикольно. Ну и дальше, вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, я, как всегда, занялся фигнёй. А именно, зачем-то решил добавить пыль, которая будет вылетать из-под ног у динозаврика. И для этого я воспользовался генератором партиклов, который нашёл в сети, он, кстати, называется Небула. Но, если честно, лучше бы я сам его написал с нуля, потому что подключить и настроить это чудо у меня заняло где-то 2 часа времени. Зато теперь у динозаврика из-под ног наконец-то вылетала пыль. Я не знаю, как вам, но мне лично нравится. А дальше я решил зачем-то попробовать добавить в игру САО, или же Scaling Ambient Occlusion. Если кто не знает, то это такая фигня, которая есть почти во всех современных играх, и она добавляет объектам на сцене маленькие тени со всех сторон, чтобы эти самые объекты смотрелись более объёмно и реалистично. Правда, я хэзэ, зачем оно мне надо с такой простой игрой, но в доках FreeJS валялся готовый конфиг для постпроцессинг-алгоритма САО, так что я притворился д***я умным и пошёл его подключать. Ну и вышло то, что вышло. Мой FPS в игре нафиг порезался вдвое. И тут можно подумать, что типа во всём виноват САО, который я, кстати, подключил, и это даже, кстати, правда. Но именно благодаря этой безумной задумке добавить в нашу игру Ambient Occlusion, я нарвался на большую техническую проблему. И честно признаюсь, на этом день закончился, а за весь следующий день разработки я не добавил в игру ничего нового. Ну, почти. А всё, что я делал целый день, это копался в коде, много раз его переписывал, и буквально часами сидел в глубинах документации, форумов и мануалов в поисках вариантов оптимизации работы 3D в браузере конкретно для FreeJS. Хотя это не так уж интересно, чтобы на этом останавливаться подробно. Просто знайте, что я целый день потратил на переписывание и оптимизацию кода игры. И в итоге благодаря этому FPS стал высоким и очень стабильным. Скачков теперь не наблюдалось от слова совсем, и играть стало комфортно. Единственное, что я добавил под конец дня в игру, чтобы не было совсем пусто, так это коллизии. Теперь динозаврик действительно начал сталкиваться с кактусами, и когда это происходило, игра останавливалась. И еще то, о чем я хотел бы вам тут рассказать, так это то, что в таких играх просчет коллизий у объектов осуществляется обычно без учета конкретной формы объекта. То есть, допустим, мой динозаврик это не квадрат, а полноценная 3D модель. У него есть хвост, ноги, голова, и только тело более-менее подпадает под определение квадрата. Однако для того, чтобы понять, что игрок врезался во врага, обычно на месте персонажа размещается невидимый квадратик, и точно так же эти квадратики есть у врагов. Так что пока вы играете, вы видите модели игрока и врагов, но на деле по ту сторону экрана это обычные бегающие квадратики. Ну а делается так в целях оптимизации, потому что будет в десятки раз сложнее просчитывать столкновения 3D объектов с учетом всех их полигонов, нежели просчитывать просто квадратик, у которого всего 6 сторон, 3 параметра размера и 3 координаты. В общем, думаю, понятно объяснил. И на этом скучные вещи заканчиваются. Уже на третий день разработки я наконец-то занялся тем, чем давно хотел, а именно птеродактилями. Правда, это также значило, что мне опять придется моделировать. И честно сказать, это не то чтобы прям совсем интересный процесс, но всего за каких-то 18 минут у меня получилось вот это чудо, которое я даже хз, похожее на птеродактиле или нет, потому что я рисовал эту 3D модель, смотря на 2D изображение птицы в оригинальной игре, и оно выглядело, чтобы вы понимали, вот так. Ну а затем точно так же, смотря на это 2D изображение оригинала, я принялся делать анимацию. А точнее делать так, чтобы он махал крыльями, и чтобы это смотрелось хоть сколько-то правдоподобно. Опять-таки не уверен, насколько круто у меня это получилось, потому что если в прошлый раз анимацию бега динозаврика я кое-где позаимствовал, то в этот раз анимацию взмаха крыльями мне пришлось рисовать и делать полностью с нуля самому. И потратил я на это дело добрых полчаса своей жизни. А затем еще полчаса потратил на то, чтобы это дело адекватно вписать в игру. И пока я это делал, произошло опять 2 веселых бага. Первым один птеродактиль заспавнился на месте второго, и это выглядело довольно страшно. А во втором баге птеродактили решили заспавниться сразу кучей, словно какие-то перелетные птицы. Но в итоге я все-таки заставил их работать нормально, и в самой игре это выглядело очень круто. Потому что теперь динозаврик мог сталкиваться не только с кактусами, но и с летающими птеродактилями. Правда, в оригинальной игре птеродактили, как вы знаете, летают на трех уровнях высоты. И в зависимости от уровня полета, игроку нужно либо перепрыгнуть птицу, либо присесть и пробежать под ней. И если прыгать у нас в игре сейчас можно, то с приседом уже беда, его у нас тупо нет. Так что я снова открыл программу для 3D моделирования, и принялся за это дело. При этом я не стал изобретать велосипед, и просто взял уже готовую анимацию бега динозаврика, а затем перерисовал каждый фрейм так, чтобы Дино был в приседе. И потратил я на это дело опять-таки где-то полчаса. Это вообще странно, потому что я на все анимации 3D трачу где-то полчаса. Даже хз почему. Правда, получилось в итоге довольно весело. Я даже скинул фотку того, что вышло в наш канал в Телеграме, и подписчики по приколу написали, что Дино в приседе похож на гопника. После чего я также по приколу сделал ему вот такой скин гопника в костюме Adidas. В общем, это было тоже весело. Ну а сама анимация бега в приседе у меня получилась вот такой. Как по мне, очень круто. И вдвойне круто это на самом деле стало выглядеть в самой игре. Кстати, еще один момент по поводу коллизий, а точнее хитбоксов. Я уже ранее говорил вам, как они работают. Так вот, для реализации приседа я просто уменьшаю в игре высоту этого самого невидимого квадрата. Опять-таки прием это очень простой, но позволяет очень быстро рассчитывать хитбоксы. И может показаться, что такой прием используется только в простеньких играх, но на деле это не так. В тех же игрушках вроде Фортнайта или PUBG очень много скинов. И просчитывать при полете пулей столкновения с каждым полигоном скина это очень ресурсозатратная операция. Поэтому даже в таких крупных играх у персонажей имеется невидимый лоу-поли хитбокс, на котором и производятся все вычисления столкновений. И если Epic Games или разработчики PUBG это крутые топовые компании, которым не так уж сложно продвинуть и раскрутить свою игру, то например мне или другим разработчикам это уже не так просто. Да даже если не игру, а простой сайт или интернет-магазин, продвинуть что-то такое самостоятельно это всегда дорого и нелегко. Поэтому я обычно для раскрутки и силы продвижения использую сервис промо-пульт. Там же я всегда закупаю рекламу, и это действительно удобно, потому что сервис предоставляет простой интерфейс для таргетированной рекламы. А сама реклама, которую вы тут покупаете, уходит сразу на все популярные социальные сети. Это и ВК, и Mail.ru, и Instagram, и Facebook. При этом сам сервис промо-пульт вообще не берет никакую комиссию. То есть нет никакой разницы в цене, будете ли вы закупать рекламу в самих социальных сетях, или делать это через промо-пульт. Просто здесь, в отличие от всех социальных сетей, имеется единый удобный интерфейс, в котором можно легко все это дело настроить. Так что если вам надо быстро раскрутить сайт, игру или приложение, то добро пожаловать в промо-пульт. Ссылку на него я оставлю в описании. Так вот теперь, когда игра практически готова, я начал в нее наконец-то полноценно играть. И знаете что? Я такой сижу, играю и думаю, чего-то тут не хватает. И действительно, если присмотреться, то мир игры выглядит каким-то пустым. Поэтому я решил это дело исправить, и сразу вспомнил, как какой-то подписчик в прошлом видосе говорил, что типа в игру надо бы добавить перекати-поле. И я тут же принялся моделировать это самое перекати-поле. Хотя, честно говоря, понятия не имел, как это вообще можно смоделировать сухой куст в воксельной графике. Но кое-что у меня даже вышло. А затем я еще смоделировал пальму, потому что у нас это получается типа игра в пустыне, а в пустыне, как известно, бывают пальмы, на которых даже что-то растет. Хотя, честно говоря, мои географические познания оставляют желать лучшего. Если вы знаете что-то такое, типа кактусов, пальмы или перекати-поле, что бывает в пустыне, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я вот, например, тупо больше не придумал ничего, что можно было бы добавить и использовать как декорации в игре. Поэтому мне в очередной раз нужна ваша помощь. И затем я, когда все это закончил, то добавил в игру и заново начал играть. Теперь наш динозаврик научился приседать, мог врезаться в кактусы, были декорации, появились птеродактили, появились очки и даже появилась музыка на фоне и какие-то приятные звуки. Что ж, я думаю, это все уже можно назвать полноценной игрой. Хотя я планирую еще один выпуск, в котором допилю все, что планировал и многое из того, что вы предлагали и еще предложите. Однако самое важное, что будет в следующем последнем выпуске, это финальный релиз игры. Но я думаю, вы все помните, что в прошлом выпуске я обещал вам дать возможность поиграть в динозаврика. Я обещал вам бета-версию. И я в очередной раз не соврал. В описании будет ссылка на наш телеграм-канал, в котором я опубликовал бета-версию динозаврика, которую вы уже сейчас сможете скачать и поиграть. При этом помните, что это именно бета-версия игры, и там могут быть баги. Если вы какие-то из них найдете, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, потому что один я трачу слишком много времени на тестирование и выявление глюков. В общем, переходите, качайте, тестируйте. В остальном же я жду ваш царский лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые выпуски на канале. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!